Школьные Олимпийские игры прошли в минувшие выходные в Тверской школе номер 4. Мальчишки, девчонки, а также их родители соревновались в силе, ловкости, гибкости и смелости. Команды, состоящие из школьников и членов их семей, продемонстрировали свои лучшие качества. Спортивные соревнования зарядили энергией всех учащихся, как участников состязаний, так и их болельщиков. В школьном дворе сентябрьским утром собрались школьники и их родители, чтобы посоревноваться в силе, ловкости, гибкости, скорости и еще во многом другом. Среди участников десятиклассник Николай Лышкарев. Школьные Олимпиады, уверен юноша, отличный повод всей семье на свежем воздухе позаниматься спортом. Я решил принять участие, потому что это очень интересное мероприятие и испытание, которое могут проходить дети со своими родителями. Это не только сплочает класс как коллектив, но также и улучшает отношения в семье. Перед самими состязаниями небольшая разминка, а затем участники переходят на спортивную площадку. Там их уже ждут судьи, готовы и сами задания, разработанные специально для мероприятия. Они каждый год разные. Олимпиада проводится в школе номер 4 уже шестой сезон подряд. В сентябре и стала уже доброй традицией. Не в первый раз принимают участие в соревнованиях семья Михайловых. Я хочу выразиться на полную, чтобы показать отцу, насколько я сильный и подзаниматься вместе с ним. Я думаю и буду думать, что это только объединяет. Мы становимся роднее друг к другу. А отец сам же закончил эту школу и среди команд соперников даже узнал своих бывших одноклассников. Это здорово. Я считаю, что такого должно быть больше, чаще, почти каждый сезон, наверное. И это дает сплотиться семье, встретиться со знакомыми, старыми, как сказать, одноклассниками. Всего в этом году участие в Олимпиаде принимают 35 команд. Одна из них — команда ГТО. Для них приготовлены другие испытания, рассказывает руководитель образовательного учреждения, депутат Тверской городской думы Ирина Тюрикова. Каждый класс представляет команду. Пять взрослых, пять родителей и пять детей. И они проходят испытания. В данном случае их 10 испытаний. Это невероятная атмосфера, которая царит в этот момент на стадионе школы, во дворе школы. Она заряжает на положительные эмоции и на весь учебный год. Поддержать участников пришли также их одноклассники и родственники. Задания команды выполняли параллельно друг с другом. Соревновались в таких заданиях, как бег прыжки в длину, перетягивание каната и других. В этой игре нет сильных и слабых. Победила дружба. Все участники получили сладкие призы.